ну давайте теперь еще одно изменение сделаем вот будет у нас либо текст слева формироваться либо по центру либо справа получается здесь у нас кнопки понятно с двумя состояниями были true или файл каждый отвечает за свою характеристику текста болт и талик или и и и underline а здесь у нас будет ну вот как здесь вот она видите одно состояние второе состояние третье состояние мы уже с вами изучали кнопку с использованием switch например три трех состояний то есть если мы его запустим видите у нас одна кнопка тут мы управляем вот этой вот star прозрачностью красный желтый зеленый у нас будет вот так про потом прозрачность вообще нету потом опять по кругу все пошло значит на сцене мы ничего не записали мы все предварительно записали тогда изучали кнопочку с тремя состояния когда мы превратили ее в модель начальное условие опять глобальная переменная ну в данном случае мы каунт сделаем типа left center light lcr какой-нибудь и вот свитч который lcr у нас будет у нас будет она от единицы меняться на двойку и изменяться следующее а чем она будет управлять мы введем опять какую-то переменную которая будет называться left right или true как куда ее вставим мы в эту переменную left right или true если мы посмотрим на текстовые свойства так где они а вот они и light называется значит видим здесь у нас вот эти вот данные болт italic underline они true или false true или false 1 или 0 а здесь уже три состояния у нас значит она должна быть left center или right значит строковые перемены мы должны сюда подставлять так ну что ж ну давайте так и будем идти значит так берем вот эту кнопку bbm так если мы ее сюда вставим она как бы у нас станет вот сюда тоже как бы заменит ее давайте вначале мы ее тут переименуем значит кнопка left center right blser вот такой какой-нибудь будет у нас и вот мы его берем копируем используем наша последняя с предыдущего урока становимся на сценку и вставляем вот она ну давайте его уменьшим примерно чтобы он по стилю подходил вот как вот подойти вот да так но чуть-чуть может быть побольше и теперь будем вносить здесь соответствующие изменения здесь мы сохранять ничего не будем но это из предыдущего урока как бы мы взяли а теперь собственно говоря здесь что у нас будет у нас будет так глобальная переменная которая называется каунт lcr left center right соответственно вот это вот переменная будет left center right здесь когда мы свитч сделали и он будет 0 1 или 2 и все что мы будем этому делать да а значит наверняка здесь точно так же у нас не будет видеть хотя давайте проверим будет она увидеть или нет так мы только старый тату берем значит здесь у нас вместо старых что будет переменная какая-то text lcr так и наверно и назовем так и назовем txt lcr left center right и вот она будет у нас равна либо left так и вот теперь давайте будем вставлять left center или right control c сюда control v сюда control v значит тут будет центр так а здесь у нас будет right так каунт у нас каунт lcr везде получается он у нас будет меняться ну наверно по аналогии сделаем red lcr ела и так далее давайте сейчас я внесу изменения ну вот пользуясь тем наработками когда мы для underline italic и так далее мы поняли что иногда почему-то она не видит пришло через полный путь это все прописать так полный путь видит не видит она пока мы без украшательств просто будет красный желтый или зеленый через case вот свитч мы смотрим что за переменная у нас будет ну а потом собственно говоря давайте для вот этой вот у нас есть вот он мой формат лайт значит у нас переменная мы ввели txt lcr так ну и собственно говоря чему она будет сейчас давайте посмотрим так 16 давайте уже сохраним в таком виде пока не на все но ладно давайте смотреть как она у нас получается и так заводим вот это теперь мы сейчас будем разбираться что здесь так не отображается но уже вот по центру второй раз нажимаю справа третий раз нажимаю слева сейчас будет по центру сейчас будет справа ага значит она у нас уже работает но только почему то сейчас вот здесь вот не отображается зеленый или еще как-то ну давайте сейчас посмотрим что здесь да как почему она это не делает по аналогии с вот этим видите у нас тут она видимо глобальная нужно ее было еще переменной задать ну давайте вот так вот сделаем для блог то есть мы еще добавим глобальным ее переменным чтобы ее можно видеть только она будет у нас естественно lcr ну естественно начальное условие давайте что типа она будет у нас left какая-то глобальная переменная текстовая так и после этого ее уже вполне могут видеть и исходя из этого наверно должно меняться так сохраним давайте посмотрим так 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 но здесь меня и ой меняется так так еще не то но ладно сейчас вам разбираться так интересно чтобы разобраться я вот их как бы раздвинул один по другим но меня был и вот теперь они как бы у меня появляются на него нажму но на самом деле от нажимаю получается сюда же так ну ка нажимаю один раз появляется красные появляется зеленые появляется желтый красный-желтый-зеленые блистная с желтой-желтой красный-зеленый-желтый так но вроде бы она работает так так еще так и так ну вообще она смещается. Сейчас просто разобраться, что там, да что за ерунда такая вот. И уже окончательно мы можем как бы из них группки давайте сделаем, раз уже здесь группка. Может быть еще из-за этого. Честно говоря, честно говоря, впервые такое встречаю. Может быть тут подсказка для варианта, когда у нас свитч уже пошел. Может быть ей достаточно сделать, ну вот как вот предлагает она. Много-много-много всего. BLKL, GreenLKR, да? То есть без root указать это все дело, да? Ну давайте попробуем без root указать. Как оказалось, дело все гораздо проще. Я здесь два раза red сделал и здесь у меня все время red повторялось. Red, red. Ну вот сейчас все, как говорится, восстановил. И теперь действительно у нас функция-то работала, у нас отображения только не было. Но вот из-за той ошибочки было. Так, ну что, теперь вот я их сейчас совмещу все вместе. И достаточно мне из них группку сделать. Снимаем с этой вот с этой величины галочку. превращаем ее в группу с таким же названием. А в этой группке я просто вот так, вот так нарисую. Может быть left, right, c, да и все. Сделать, да и все. Ну сейчас сделаем. Так, ну вот я недолго думал. Сделал группки. Вот они. Red, центр и green, yellow, это самый, right. Значит так, на них я тагеты поставил, а вот которые у нас были, надо было тагеты снять. Тогда у нас коды, которые будут прописаны для этих букв, будут работать для группки, а не для внутренности группки. Так, ну давайте проверим. Сохранем. И сейчас давайте. Итак, left по центру. Ага. Right. Ага. left. Отлично. Центр. Отлично. Ну что ж, теперь сейчас нам осталось кодик, который мы прописали текст-л-цр. Вот он, myformat.elite. Прописать его для всех, где вот требуется выравнивание. Вот сейчас сюда сделаем. Вот. Ну теперь, собственно говоря, шестнадцатого у нас уже изменения. На большой, значит, сделаем. Итак, у нас, значит, по левой нежирное, все в общем в таком вот виде. А ну-ка в таком. А ну-ка жирненьком. цвет выберем. А ну-ка цвет выберем синенький. Давай, 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 давай. А ну справа. Так, ну тут не видно, потому что тут у нас специальный формат у нас как бы для примерчика был придуман. Ну вот они все как бы по правой стороне. Вот по левой стороне. вот по центрику. Так, вот они жирненькие с наклоном. Ну что ж, поздравляю. Мы сделали и такое. Такое.